Доброе утро, друзья! Доброе утро, дорогие зрители! Ну что, признайтесь, надоела вам эта зима, которую зимой-то назвать сложно. Одно дело, когда ты идешь, снег под ногами похрустывает, мороз за щеки кусает, а деревья будто белой шалей укутаны, на солнце сверкают, переливаются. К сожалению, нам о такой зиме только мечтать приходится. Чтобы увидеть снег, нам нужно ехать в горы. Да и там он сейчас, честно говоря, только на горнолыжных тросах. Скажу вам честно, я зиму люблю, любую. А вот некоторые мои коллеги и мои друзья плачут, причитают, жалуются. Как надоели эти холода, хочется в лето, в тепло. Ну что ж, хотите лето, туда и отправимся после прогноза погоды. В Карачаево-Черкесии без осадков. Ветер юго-восточный и 5-10 метров в секунду. Днем в северных районах будут порывы до 11-14. Температура ночью до 7 градусов мороза, а днем до 9 тепла. В горах до плюс 16. Ночью и утром на дорогах местами гололедится. В Черкесске без осадков. Ветер юго-восточный и 5-10 метров в секунду. Днем будут порывы до 11-14. Температура ночью до 4 градусов мороза, а днем до 6 тепла. С наступлением холодов начинается сезон ангин, гриппа, острых респираторных заболеваний и прочих прелестей. Одни бегут в аптеку и покупают лекарства. А вдруг их потом не будет? И надо признаться, что для этого у них есть все основания. Другие, наоборот, пользуются природными витаминами. Едят лимон, заваривают шиповник и, конечно же, употребляют мед. Потому что мед – это что? Правильно, это природный кладезь витаминов и полезных минералов. Но только в том случае, если мед натуральный. Этим летом наша съемочная группа побывала в Кубанском ущелье и увидела правильных пчел, которые делают правильный мед. Человеку до пчел далеко, уверен Джамал Узденов. Один из самых известных пчеловодов Карачаева-Черкесии. А ведь в юности он даже предположить не мог, что когда-то может выбрать эту профессию. Очень боялся пчел. Достаточно было, чтобы где-то рядом зажжало. Я в ужасе бывал. Предки Джамала всегда занимались разведением лошадей. Поэтому вопрос, с кем быть, перед ним даже не стоял. В 1975 году он окончил совхозтехнику в поселке Первомайском и стал зоотехником. По распределению его направили на работу пчелосовхозки Словодски. В то время Карачаева-Черкесская автономная область входила в состав Ставропольского края. Это была сама судьба, уверен Узденов. Получилось так, что я вместо пчеловода сторожил. Начальство совхоза попросило. И я временно находился там. Ну а потом просто делать нечего было. Не то, что нечего делать, а просто я не понимал, что надо делать в пчеловодстве. Начал наблюдать за ними. Они настолько меня заинтриговали какими-то этими движениями разными. Я начал потихонечку к ним, как бы общаться с ними. Дистанционно, а потом непосредственно начал. Когда приехали ко мне уже эти, я остался с ним до конца сезона работать с ним вместе. А на следующий год получилось так, что пошел сразу, мне оформили помощником пчеловода. Это было в 1974 году, и я до сих пор не могу с ними как бы расстаться. С приходом ранней весны для Джамала Ахметовича начинается горячая пора. Он один из немногих пчеловодов республики, занимается разведением матов. Поэтому первым делом начинает выращивать трутни. Для кого-то это синоним бездельника, а для пасечника самый главный член пчелиной семьи. Пчелиная семья состоит из трех особей. Матка, пчелы и трутень. Вот он, трутень. Вот такой формы имеет трутень. А в чем его задача? Его задача без трутня, способность теряет семья до 30% валового сбора уменьшается, если убрать постоянно трутня. Трутень как бы обязательный член этого общества. А какая от него польза? От него польза лично для меня и для тех, кто занимается матководством. Это очень важный генофон идет в пчелосемей, у пчелы. Только по отцовской линии в основном. Поэтому очень важно иметь в свое время. Мы их выращиваем. Целенаправленно именно этих трутней выращиваем. И эта семья у нас называется отцовской семьей. Мы для нее специально делаем приспособления такие. В данном этапе я такие кормушки делаю специально, чтобы они натягивали сами трутневые ячейки. Ранней весной на период до вывода, до начала занятия матководства, матковод должен вывести сначала трутня, чтобы он успел быть половозрелым. Для этого ему надо как минимум 30 дней на это уходить. По мере выхода начинаешь только тогда заниматься матководством. Матководство сейчас на сегодняшний день очень важный такой фактор среди пчеловодства, который без него вообще встанет все. Максимум два года. Дальше надо уже опять прилить новой свежей крови. Очень важный момент. А эту роль непосредственно трутни выполняют. Пчелки у Джамала Уздинова карпатской породы. Устойчивы к холоду, активно размножаются весной и не склонны к раению. Это очень важный показатель. Эта порода наиболее приближенная к местным условиям. В Карпатии точно примерно такие же горные ландшафты и погодные условия. Они приближенные. У них хоботки одинаковые примерно. Маточные пчелы нашего пасечника очень даже востребованы. Ранней весной их закупают пчеловоды Дагестана, Подмосковья, Новосибирска, Самарской области, Алтая и даже Башкирии, которые славятся своим медом на весь мир. Для этого определенные знания должны знать. И материал должен быть, с чего делать. Абы какой, нельзя делать. Они долго не держат породу. Близкородственное спаривание получается, если не менять матки. Во всяком случае, два года один раз. Это как обязательно. Это позволяет увеличить показатели медосбора. Только молодые, энергичные, сильные матки способны откладывать за сутки более 2000 яиц. Особое внимание пчелиному детскому саду. Это называется нуклеус, где мы выводим, разводим матки. Здесь все возрасты, личиночные стадии и вот закрытые уже. А вот из закрытых, из каждых вот этих пупырышек появляются пчелы. Это детский сад? Да, вот это детва называется. Вот отсюда и вылазят пчелы, вылупляются. Вот такие живые пчелы. Первую неделю, 8 дней они исполняют внутриулевые работы, а после 8 дней, после облета благополучного, они включаются в другую работу. Первым делом, которое вылупляется, она очищает себя, разворачивается, очищает место, где она вылезла оттуда. Они очень чистоплотные, они никогда внутри не испражняются улья. Это уже когда сильные болячки или какой-то стресс. А потом они выполняют внутриулевые работы. То есть подвести, они смешивают корм с пыльцой, добавляют, размешивают нектар и кормят детку свою. О своих мохнатых подопечных Джамал Ахмедович может говорить часами. Очень увлеченный и с искренним уважением. Людям есть чему у них поучиться, считает пчеловод. Это единственный вид в мире животных, который отвечает тем же твоим отношениям. Если вы к ним относитесь на рубль, они вам вернут 2 рубля. Современным языком. У людей есть определенные обязанности, должности. Каждый какую-то свою функцию старается выполнить. Касаемо их работы внутри улья и вне улья. Любой, невзирая на возраст, они исполняют безотказно, четко. Выполняют всю работу. У них настолько развитая взаимовыручка, если по человеческому языке говорить. Она намного превосходит человечество. Днем пчелы собирают нектар. Вечером наводят порядок пули. Ночью выпаривают влагу из нектара. Никогда без дела не сидят. Одна группа кормит личинок, другая строит соты, третья добывает корм. Кроме того, в них сильно развита взаимовыручка. С голодной пчелой любая делится кормом, даже последними крохами. Если 2-3 пчелы задержатся на цветущей корзинке цветка и не успеют вернуться на ночь домой, они постараются объединиться и, прижавшись друг к другу и делясь нектаром, проведут ночь до утра. В этот момент для них не имеет значения даже то, что они из разных семей. Или постукать, или что-то такое сделать, начнут обороняться. Это охрана называется их. Есть, которые, обратите внимание, быстро взлетают и улетают. И будут сейчас возвращаться медленно залететь и обратно сразу быстро улетать. Это разведчицы. Они занимаются только тем, что обследуют в окрестностях и, прилетая, показывают им, виляющими разными танцами на фоне рам, рам, шатарам, в какую сторону и по какому направлению идти. До такой точности, что и туда летят уже пчелы-сборщицы. Пчелы-сборщицы, прилетая туда, есть у них еще приемщицы, переработчицы, водовозы, которые вентилируют. Там необходимо поддерживать постоянную температуру. При 40 градусах воск расплавляется, а температура ихняя 35 градусов. Представляете, вот эти 5 градусов влажностью и разными работой своей, вентиляцию эту, включая, поддерживают такую нужную для них температуру. Это очень сложный процесс у них. В конце июня, после того, как откачан первый мед, Джамал возвращается на родину, в Карачаве-Черкесию. Точнее, в Кубанское ущелье, где тихо и спокойно царствует буйная рызная травья. Правда, в последние годы оно стало гораздо более скромным. Свою роль сыграл человеческий фактор. Напротив пасеки в ущелье пасут свой скот животноводы. Они-то и наносят ущерб природе, говорит пчеловод. Есть же адаты, одеты, на мысы. И вот в переводе означает, это образ жизни у людей. Нормы нравов абсолютно в моих глазах уже как бы очень-очень низко падают. К природе надо напротив прилагаться туда, частью, ими чувствовать себя. Вместо этого у нас есть абсолютно неадекватные люди. Осенью поджигают везде, надо, не надо. Здесь, при моей памяти, очень много видов растений потерялись. Из-за именно вот этих вот. Где-то в 97-98-е годы из Саратовской, Самарской области я привозил сюда донник. Желтый, белый донник, фацелию. Все вот по отбровкам здесь, и ниже, и выше. Ну, к сожалению, бывает так, что сжигают. Почему сжигают, не понимаю. И потом восстановить нельзя, да? Это не восстанавливается. Представьте себе, чтобы одно дерево восстановилось, 40 лет надо. А если такие травы, за счет каких-то трав тоже существует самостоятельно, нету такой особи. Здесь вот у нас расположено много этих произоставек, липа. К сожалению, женская особь, она отошла у них. Она усохла и не выделяет нектар. Тем не менее, мед у пасечника получается настоящий, горный, который вбирает в себя красоту цветущих лугов, зной щедрого лета, аромат разнотравья и свежесть чистейшего горного воздуха. Неповторимый пьянящий аромат. В нем целый букет. Зверобой, донник, клевер белый, мелиса, лопух, расторовша, мят. Но что самое интересное, мед каждый год на пасеке разный. Дело в том, что в горах цветут столько много разных растений, разная культура, некоторые цветы цветут всего часами, 5-6 часов цветут, если выделяют. Свести она может, конечно, дольше намного. Климат меняется, да и год на год не приходится. В этом больше дождей. На следующий, когда, например, должны свести клевер или донник, их меньше. Соответственно, одни медоносы выделяют меньше нектара, другие больше. Поэтому и вкус меда каждый год разный. А вот количество его всегда примерно одинаковое. Кажется, это жжжжж неспроста. Похоже, что в этом году у Джамала Узденова будет хороший урожай. Владельцев пасеки считают людьми зажиточными. Однако многие даже не догадываются, какой титанический труд стоит за этим сладким бизнесом. Во-первых, горный мед так просто не дается. Пасека Джамала Узденова находится напротив Даутского ущелья. Иногда происходят безопланированные встречи. Несколько раз на пасеку заглядывал медведь. У меня была мелкая собачка. Она вместо того, чтобы лаять, сначала лаяла, а потом писк и сразу залетает в будку. Я только успеваю дверь открывать, она под нары залетает и больше не лает. Рабочий день посечника заканчивается уже ночью. Целый день за пчелами глаз на глаз нужен. И за развитием семей следи, и за медоносами. Рамки сколотить надо. Улики отремонтировать тоже. Мед откачать. Зачастую стоять в сгубленном положении ули приходится в прямом смысле слова. С утра и до самого вечера. День упустил, что-то потерял. Один улик, не откачанный улик, будет в среднем 100-120 килограмм. Не откачанный? Не откачанный. А который прокачали, он будет весить 65-70 килограмм в среднем. И сколько раз за сезон вам приходится их грузить, на машину снимать? Ой, ну мы периодически переезжаем раза два-три. Приходится грузить так же раз шесть. Когда выезжаешь, когда переезжаешь обратно. Тяжелая работа? Легкой работы я не видел еще. Поэтому и работает на пасеке Джамала Узденова всей семьей. И супруга Светлана, и двое сыновей. Расул и Руслан. Начинается самый ответственный момент. Прокачка меда. Смотрим рамку, чтобы обязательно была печатка. Когда есть печатка, когда мед запечатан, это зрелый мед. Его уже можно прокачивать. Не запечатанные мы не берем. Оставляем, пока не запечатают. Иначе такой мед просто прокиснет. Начинается первая прокачка меда. Для этого нужно особым образом подготовить рамки. Стрезать печатку. Работа несложная. Поэтому чаще всего достается женщина. В этой самой корочке очень много полезных свойств. Она лечит обычно ангину, припросуды. Дети с удовольствием ее живут. Если вот эта корочка достается в организм, она попадает вместе с слюной и делает свое дело. Это воск, да? Это да. Это естественный воск, который они сами вырабатывают. Берут с деревьев, с травы. Подготовленную раму отправляют в недогонку. Это уже дело мужское. Работа тяжелая. Мед нужно не только откачать, но и процедить, чтобы в него не попали мелкие частицы. Пасечников в Карачаево-Черкесии много. Меда тоже. Главный вопрос, куда его девать? Рынок сбыта – самый трудный вопрос. Но только не для нашего героя. Покупателю Джамала Узденова хоть отбавляют. С реализацией никаких проблем. Мед забирают прямо с пасеки. Оптом. Один из постоянных покупателей Узденова – предприниматель из Исентуков Диана Дудова. Продукцию сразу же отправляют на экспертизу в Тулу, в Центральную научно-методическую ветеринарную лабораторию, где проводят исследования по самому широкому спектру. Заключения по меду Джамала Узденова всегда одинаковые. В исследоваемом продукте не содержатся антибиотики, пестициды, фадмии и т.д. Если мед настоящий, вне зависимости от вкуса, это настоящий кладезь здоровья, утверждают медики и ученые. Мед – натуральный антисептик и антиоксидант в одном лице, который защищает организм от хронического воспаления. Является отличным профилактическим средством против онкологических заболеваний, сахарного диабета, атеросклерозы и многих других болезней. Но это при условии, что мед настоящий. А вот как это узнать? Как отличить настоящий от фальсификатора? Мед, когда берешь, переливаешь или разливаешь фасовку, она не должна разрываться. Она должна однотонным вот так вот течь при любом расстоянии. То есть вот эта струя должна прерываться? Совершенно верно. Она вот окончанием этого прерывается. Она там горкой собирается. Здесь не разрываться. Будет течь до тех пор, пока вы не перестанете наливать. Вот примерно так. А как отличить натуральный мед от отделки на рынке? На этот вопрос у нашего пчеловода тоже есть ответ. При посещении рынка или тех мест, где варианты есть, выбор большого меда или небольшим медом, таким приспособлением мы мед точечку капаем вот так, таким образом. Достаточно капельку сделать и подождать немножко. Она сохраняется, она не растекается? Она растекаться не может. А если же там присутствуют иные какие-то добавки, там незрелый мед, незрелый мед фальсифицированный, или какой-то еще, она вокруг себя растекается. Сразу промокать начинает бумага. Хорошая пасека приносит неплохую прибыль. На хлеб с маслом хватает. Сегодня многие пытаются создать этот бизнес, но быстро прогорают. Наш герой считает, если идти в пчеловодство только за тем, чтобы заработать, вряд ли получится долго продержаться. В это дело нужно вкладывать не только деньги, но самое главное душу и сердце. Я считаю, что случайных людей не должно быть пчеловодства. Его надо... Это образ жизни. Это не работа, это жизнь. Я так воспринимаю пчелку. Пасека – это тяжелый труд. Настоящий пчелкин труд. Но иначе здесь нельзя. Ну что ж, дорогие друзья, надеюсь, наша программа была для вас не только интересной, но и познавательной. Так что покупайте правильный мед, ешьте его с удовольствием и будьте здоровы. До новых встреч в эфире. Субтитры подогнал «Симон»